Аплодисменты Могу поспорить, что мой сегодняшний наряд вы запомните лучше, чем все остальные наряды других спикеров. А всё почему? Потому что наше мышление запоминает всё яркое, нестандартное и даже абсурдное. Именно поэтому наше мышление делает рекламу сегодняшнюю, сумасшедшей. Давайте определимся, что такое сумасшедшая реклама, о чём я сейчас говорю. Первый вопрос, который возникает. Почему? А всё потому, что наша память, она достаточно странная. Она, в принципе, любит вот это вот всё сумасшедшее. И компания Microsoft в 2000 году провела исследование, которое показало, что мы где-то удерживаем внимание, наша концентрация, около 12 секунд, не больше. Потом она провела такое же исследование, но уже в 2015 году. И наша концентрация внимания удерживается теперь уже 8 секунд. Не как у рыбки. У рыбки 9. Ну а сейчас эксперты спорят о цифре что-то около 5 секунд. В общем, наша память, она, скажем так, претерпевает изменения. И это плохо, потому что рекламщики вынуждены придумывать какие-то новые, сумасшедшие приёмы, потому что старые уже не работают. Нам кажутся они обычными, скучными. И вот эти все, скажем так, нестандартные решения, они в первую очередь призваны для того, чтобы мы запомнили товар, чтобы потом его купить. И если вспоминать исследование немецкого психолога по имени Ресторф, она как-то проводила исследование, которое подтвердило, что действительно наша память запоминает что-то нестандартное. Давайте сейчас попробуем воспроизвести один из её экспериментов. Вот вам список слов. Собака, кот, рыба, мясо, сыр, Брэд Питт, колесо, машина, двигатель. Что вы запомнили? Да, вроде бы собаку кто-то сказал, ну конечно, но каждый точно запомнил Брэда Питта, просто потому что это слово выбивается из череды других, которые я только что назвала. Но также ещё в 2006 году Лондонский университет провёл исследование, которое показало, что когда происходит с нами что-то новое, мы видим что-то нестандартное, что-то необычное, у нас вырабатывается дофамин, гормон счастья. Поэтому запоминая всё нестандартное, мы запоминаем ещё и с удовольствием. Сумасшедшие ассоциации вообще это то, что требует наше мышление. И раз наше мышление это требует, то рекламщики нам дают этот хлеб. То, что мы с вами видели в самом начале, рекламный ролик, это, конечно же, японская реклама. Вообще, в принципе, у них много чего-то подобного, но это была реклама лапши. А если мы обратимся к рекламе, допустим, банка, ну там же что-то посерьёзнее, вряд ли там такая же реклама. Так что давайте посмотрим рекламу банка японского, которую они сняли в 2019 году. Заставка уже впечатляет, да? Ну, давайте посмотрим. Ну, знаете, даже перевод не требуется, да? Что ж, напоминаю, это реклама банка. Давайте дадим этому ролику шкалу, какую-нибудь цифру по шкале сумасшедшости. Допустим, 10 из 10 по шкале Гудкова. Ну, Гудков, он такой, знаете, достаточно забавный человек и придумывает разные креативные решения. Поэтому 10 из 10 по шкале Гудкова. Но так же было не всегда. Давайте обратимся к рекламе этого же банка только уже 2014 года. Смотрим. Ну, уже другое дело совсем, да? Правда? Ну, как-то прям поспокойнее. Ну, нет, все-таки реклама банка у них и в 2014 году вот такая. Но все же поспокойнее. Давайте дадим оценку по шкале Гудкова. 6, 7. Ну, 8. Я так решила. Хорошо. 8 из 10. Обратимся к рекламе этого же банка, но снятого в 2007 году. Ну, заставка спокойнее уже, да? Правда? ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но спокойней, все-таки спокойней. Уже не такая сумасшедшесть, а уже красивая сумасшедшесть. Тем более, что конкретно эту рекламу снял режиссер Уэс Андерс, что здорово. Снимается в ней голливудский актер Брэд Питт. Сегодня мы о нем уже говорили. И все происходит где-то в провинциальной Франции. Реклама японского банка. Поэтому по шкале креативности... Ну, шесть. Все-таки Уэс Андерс, ребят. Так. Но я надеюсь, что этот банк не выбрал своей целевой аудитории просто кей-поп фанатов. И все-таки, немножко откатившись назад, мы увидим что-то все-таки спокойное. Поэтому реклама 2001 года того же банка. Ну вот, могут же, сказала бы моя бабушка. Бабуля, привет. Вот. Но все равно там бубубубуб какие-то слова. Ну, все смешные, креативные. Ну, ладно. Сколько мы поставим? Ну, я поставила два. Пусть будет два. Хорошо. Вот такая реклама. Но почему? Еще раз. Почему происходит вот такая тенденция к тому, что с годами реклама становится все более сумасшедшей? На самом деле причин несколько. Первое. Это мы видим рекламу чаще. В 2002 году, в сентябре, буквально полгода назад, эксперт по рекламе, Надежда Дулинец провела такой эксперимент. Она решила посчитать всю рекламу, которую она увидела за день, вот проснувшись и до конца дня. И она насчитала 375 рекламных сообщений, только те, которые она заметила. Сейчас стало, в принципе, очень много моментов, где мы эту рекламу можем увидеть. И если, например, 10 лет назад это были телевидение, радио, билборды, то сейчас это еще клабхаусы, тиктоки и еще куча разных платформ. Поэтому, действительно, рекламу мы видим чаще. Второе. Реклама стала доступнее для любых брендов. То есть сейчас даже самый маленький с низким бюджетом бренд может запустить рекламу даже в Инстаграме, допустим, за 100 рублей или меньше. Но третий пункт, который говорит о том нам, почему же реклама становится вот такой вот сумасшедшей, это накопительный эффект. Мы, в принципе, за свою жизнь увидели уже огромное количество рекламы. И очень многие методы, приемы, сценарии нам кажутся абсолютно обыденными. Поэтому вот эта сумасшедшесть, она присуща не только Японии, но и всему миру. Поэтому давайте поговорим, а как дела обстоят у нас в России. Вот пример рекламы тоже банка. Тоже возьмем банк. Вот. 2009 год. Так, внимание. Таня, кто может поработать в празднике? Кто, никто не может? Я могу. Будет отраслевая выставка в Париже. Надо поехать туда на три дня. Альфа-банк. Честным быть выгодно. Маша поедет с тобой, переводчиком. Ну, мы говорим с вами о шкале сумасшедшести, поэтому, ну, сколько дадим? Ну, я три дала. Ну, троечки, нормально. Это был 2009 год. Банк. Чуть-чуть пойдем дальше. Возьмем 2015 год. Сражаясь на двух фронтах. Про трофеи подумать. Места в башне не останется. Выдвинулся за штаб платить? Так мы его тигр под Трофоровской грохнули. Нет времени на подвиги. Диспозиция понятна. Приказываю взять на вооружение боекомплект последней модели. Сможете им на автопилоте управлять и на новую броню собрать. А чтобы однополчанина прикрыть, ударите прямой наводкой. Так точно. Альфа-банк. С каждым клиентом мы находим общий язык. Уже 25 лет. И спецответ, чтобы голду на гражданке добывать. Сколько дадим? Пять. Солидарно. Еще чуть дальше. 2021 год. Блин. Ну, можно по-разному относиться к этой рекламе. Но все-таки реклама банка, креативность. Сколько? Семь. Семь. Что ж, совпадение? Не думаю. Все-таки мы можем проследить за тем, что эта реклама вообще и в России, и в Японии, она вот идет по этой шкале увеличения сумасшедшести. Может быть, когда-то это нам надоест. Но, видимо, еще нет. Но встает вопрос, кто это все придумывает? И как они это делают? Ну, кто, понятно, агентство, а как? Иногда возникает ощущение, что это люди просто берут бумажку, записывают первую попавшуюся идею, ее реализуют. Но я иногда нахожусь в процессе создания подобной креативной рекламы и расскажу вам, как это строится. Передо мной поставили задачу в прошлом году и моей командой разработать брендинг и рекламу для оффлайн-мероприятия от креативных агентств Москвы, целью которой будет привлечь внимание потенциальных клиентов, потенциальных специалистов, как раз-таки креативщиков запомниться им и, в принципе, стать вирусным, что люди распространяли, лайкали, сохраняли и так далее. Ну и, конечно же, мы, как креативная команда, сели придумывать эти идеи. И, как любая креативная команда, мы взяли листик и начали судорожно записывать все идеи, которые возникают у нас как раз-таки в голове. И договорились, что даже самая сумасшедшая идея, мы попробуем ее реализовать, не станем ее зарубать в самом начале. Вот как выглядела наша карта ассоциаций. Оффлайн-эвент от креативных агентств. Вроде бы все креативные агентства одинаковые, но в то же время они разные. Они все как-то там находятся, все в одном каком-то пространстве, и они делают кейсы. О, кейсы, сказал один из моих коллег. Кейсы, сумки. А что, если мы возьмем сумки как идея? Ну, действительно, сумки бывают разные. Они бывают разных бюджетов. Они бывают разные по креативности. Ну, почему бы и нет? Договорились, что пробуем, значит, будем пробовать. В общем, у нас вышли вот такие креативы. Это эскизы, афиш, которые мы сделали. Сколько дадим? Ну, на троечку где-то, да? В общем, не то. Идем искать дальше. Не кейсы. Так, тогда что еще? Ну, у этих компаний разный бюджет. А еще креативным агентствам залетают разные клиенты. О, залетают скворечники, сказал еще один мой коллега. Ну, скворечники, в принципе, тоже как-то… Вот смотрите, вроде бы вот оно здание агентства, там сидят креативщики, к ним залетает клиент, дает им деньги, говорит, давай, делай. Ну, каждое агентство плюс строится, ну, у кого из чего есть, кто на что гораст, каждый креативит как может. В принципе, скворечники подходят. И я дала задачу дизайнеру, давай ты сделаешь сейчас афишу, по-быстрому нам эскизик, в которой ты соберешь какой-нибудь скворечник, ну, вот просто из чего в голову придет. Дала задание и пошла заниматься своими другими арт-директорскими задачами. Где-то через час я проходила мимо компьютера этого дизайнера, который выполнял эту задачу, заглядываю туда и вижу вот это. И сказала так, стоп, конечно, может быть, по шкале креативности это где-то 10 из 10, может даже 20, но это уже не имеет абсолютно никакого смысла, непонятно вообще, о чем это мероприятие, и в принципе, нет, это не та идея. Я сказала, ребята, соберитесь, оффлайн мероприятия разных креативных агентств, одно и то же делают креативные агентства, но по-разному. Там работают разные люди, разные главы компаний, у них разные лица. О, кажется, эта идея нам уже больше заходит. Мы взяли главы компаний, взяли узнаваемые лица, ну и еще мы заметили, что каждый раз мы что-то корякали, и каждый раз какие-то идеи записывают, корякают все агентства, поэтому мы взяли вот такие вот наши подчеркушки. И в итоге вот что у нас вышло. Привет, по-твоему, это креативно? По-твоему, это креативно? Говорить привет, да или нет? Какие правила в креативной кусоке? Никаких правил нет. Креачелла, марафест независимых креативных агентств, скоро мы откроем вам наши офисы, мы делаем это сейчас, когда вокруг хаос, кризис и помешательство. Мы с Эдер Слава и Зедра Хиро, и с нами еще больше агентств. Как попасть на креачеллу? Ты уже здесь, смотри сюда. Ну? Мне кажется, что получилось уже более сумасшедше. И мы, в принципе, решили не останавливаться и сделать сумасшедшим все. Мы сделали сумасшедшими и социальные сети, мы сделали сумасшедший сайт, сумасшедший мерч, в общем, вообще все сумасшедшее. В итоге наши коллеги по этому ивенту тоже подхватили нашу сумасшедшесть и сделали просто какое-то нереальное количество роликов, ну, например, таких, как этот. Сюда! Чустрее давай! Цветы любимые! Мам, погуляй, пожалуйста, погуляй. Иди сюда. Хочешь попасть на креачелла? Стать креативным? Ты цены на билеты видел? Есть вариант дешевле. Креачепчик! Креачепчик? Что бы, то бы. Пробуем. В итоге, естественно, цели мы все закрыли. Мы, в принципе, собрали около полумиллиона просмотров, много тысяч сохраненок, также у нас были тысячи упоминаний в соцсетях и СМИ, и у нас произошел солд-аут на третий день после того, как мы выставили в продажу билеты. И сколько мы дадим по шкале креативности в этот раз? Ну, я не буду давать десять самой себе на сцене прямо здесь. Ну, пусть будет восемь, ребят. Что ж, процесс веселый, конечно, но не такой простой, как показался на первый взгляд. И меня на самом деле такой прогресс радует, потому что мы люди из креативной и рекламной индустрии вынуждены каждый раз крутиться и выдумывать все эти нестандартные креативные решения, которые будут вас развлекать и запоминаться в вашей памяти. Когда я была маленькой, моя мама не хотела отдавать мне в художественную школу. Я отдала только уже в старших классах, когда мне нужно было поступать в университет, только ради этого. Хотя я рисовала всю жизнь, буквально с своего рождения, и делаю это до сих пор каждый день. И уже будучи взрослой, я спросила у мамы, мам, почему ты не отдала меня в школу художественную раньше? Она сказала, Ксюш, ты бы стала совсем поехавшей, скажем так. И вот, 21-й год, я стою здесь, вы видите вот этот проект, я стою здесь в бальном платье, рядом со мной ананас Сергей. И мне кажется, мам, что-то пошло у тебя не по плану, но это хорошо. Потому что, в принципе, как показывает сегодняшнее время, наше нестандартное решение или мысль в итоге может оказаться суперэффективной, например, в рекламе. Поэтому не стоит стесняться. Иногда нужно, скажем так, перепрыгивать рамки, возможно, даже приличия или просто норм. И для того, чтобы ваша жизнь запомнилась, нужно, чтобы иногда некоторые события из вашей жизни были на 10 из 10 по шкале сумасшедшести Гудкова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.